здравствуйте дорогие друзья итак 10 заповедей 10 заповедей одни и то меньше у нас как нам разобраться давайте выберем одну которую бог посчитал самой главной да и мы имеем право так сказать сейчас я расскажу это заповедь идолопоклонства запрет казалось бы вот это уж точно к нам мало имеет отношения вообще нарушение запрета идолопоклонства происходит раньше чем человек склоняется перед каким-то там каменным извоянием или приносит жертву какому-то там силу природы или возливает вино как только человек решает что воля бога ограничена любой какой-то силой соседом врачом там я не знаю главой какого-то государства и все действуют по своему желанию совершается преступление и с этого момента и молитвы и исполнения они не имеют уже того качества на сначала разобраться кому ты молишься за обратите внимание среди списков запретов вообще которые есть самая длинная самая большая заповедь это 50 слов до тора посвящает по запреты далопоклонство да не будет у тебя других да да не делай извояния да 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 и вот объясните мне стора предостерегает первую очередь и поклоняйся не служим ибо я господь твой ревнитель любой реалистически мыслящий человек особенно сегодня такого 21 века задастся вопросы это важно сегодня например и увлечение делопоклонство исчезло из мира никто в современном обществе не верит в то что можно поклонившись там ну там за исключением каких-то одних там же можно обеспечить себе там или осадки или здоровье или нет древние времена люди были другие служение было чем-то что волновало он сердце потом это ушло из этого мира мы сейчас не задерживаемся как и где мудрицы убрали и в первых поколениях люди духовно были возвышены они жили в мире чудес они видели меня надо было думать есть нет и так далее мы же нам духовно бедном поколении одном из последних перед приходом а шефа поколение пятки в котором есть серьезные сомнения выборе тоже между чем apple samsung coca-cola pepsi cola mercedes или chevrolet там неважно и это вот наш выбор а что ж тогда мы будем заниматься идолопоклонство которое вроде бы нас не волнует дело в том что запрет идолопоклонство это единственная заповедь которая всевышний указал что она дается навсегда на все вообще навсегда и написано слова альпаной перед моим лицом да не будут у тебя божествует моим лицом какое значение этих слов написал rush что это пока есть пока я бесконечен я вечный пока ты чтобы ты не сказал что это тому поколению была дана заповедь это единственная заповедь которая подчеркивает что она исполняться должна в каждом поколении так о чем сейчас разговор вот сейчас и рамбам написал чтобы наши люди совершили ошибку они решили что раз бог создал небо солнце там звезды то он наделил их большим почетом ему им надо тоже поклоняться за по сути идолопоклонство ведь не является заменой веры в бог она просто но дополнение такое к вере люди поколения вот того и наш они верили в реальность создателя не увидели но они полагали что творец доверял своим помощником тоже большую силу влияния и надо с ними договориться они видели что солнце способствует там росту растений да и думали надо вот если молиться солнцу тогда лучше будет этот вот вид идолопоклонство он существует существовал и никуда не исчез сегодня об этом говорят вот я возьму самого лучшего там адвоката и он решит мою пользу я договорюсь там специалистом номер один он вылечит меня я с банком сейчас то есть каждый раз когда проблема этого прогноза она очень соблазнительная легко понять что солнце луна самостоятельно там не буду что-то делать но вот трудно сказать что там адвокат не поможет или там политик не поводит судья не поможет это трудно нам кажется как же я договариваюсь и все время пока мы думаем что человек может что-то для нас делать помимо бога мы занимаемся идолопоклонство в то время как на самом деле человек внизу это просто инструмент для выполнения того что предопределено наверху все решается только у бога и только на небе каждое мгновение творец заново придает мудрости сердцу врача судьи вкладывает голову что он скажет и в этом заключается основной смысл веры мы верим не только в то что всевышний создал мир но и в том что он вовлечен во все наши дела что он все видит все понимает и никто не может поднять руку написано листочек без него не упадет поэтому можем сказать свобода дана но все предопределено да у нас есть свобода действий своих да какие-то определенные но решается все сверху ничего не зависит ни от наших врагов не от наших друзей и надо всегда это там помнить всегда все от бога когда ты хочешь решить любой вопрос договаривайся с небом